Спасибо огромное пастору Виктору и Диану, что пригласили меня. Я уже не так сильно вас люблю, а не так часто у вас. Ну или часто, я не знаю. Ну как будто бы вчера уже был здесь. Настолько здесь ваши лица мне родные. И мои казахи к вам уже переезжают. Вот. Поэтому Господь да благословит вас. Я нормальный казах, я с вас колым брать не буду. Я понимаю, что мы все братья, сестры. То есть со своих не берут. Со своих не берут. Вот. Но, милостив Господь, что мы в этом земном путешествии уже столько много лет, да, больше 15-20 лет. Нет. 21 год я веду церковь Жатвы в Кустанайе. 21. А Виктор был у нас ровно в тот год, когда Николай уехал. Это значит 21 год. Ну это же точно. А еще до меня, до того, как я стал пастором, он же тоже приезжал. Поэтому один Бог знает, сколько нам лет вместе, но некоторые столько не живут, сколько мы уже вместе. Когда я был молодым проповедником, учился на проповедника, и мне преподавали старшие братья, которые лет под 70, под 80, и они учили нас молодых проповедовать. Они мне, они нам вот так вот учили нас. Ну, советская такая закалка. Никогда, чтобы молодежь вы не проповедовали на богословско-философские темы. Я это запомнил, этот жест, поэтому до 45 лет старался этого не делать, но в 45 лет, можно сказать проповедь богословско-философскую? Да. Я осмысливаю, пытаюсь осмысливать христианство, пытаюсь осмысливать Иисуса Христа для самого себя. Вот, как бы сказать, ну, может быть, для кого-то понравится этот вопрос или нет. Вот за что я так сильно влюблен в Иисуса Христа? Вот когда, если я вам этот вопрос задам, вот за что вы так сильно влюблены в Иисуса Христа? Вот, понимаете, вот за что вы так сильно любите Христа? Все, что вы сказали, все это прекрасно. Я пытаюсь вам, попроповедую вам, за что я так сильно люблю Иисуса Христа, вы меня, возможно, поймете. 1 Коринфянам, 15 глава, с 19 стиха. И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так и через человека и воскресение мертвых. Как водами все умирают, так во Христе все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы, пришествие Его. Начнем с этого места Писания. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Пусть этот стих висит у нас, пока я не уйду с этого параграфа. 19. Вот вы знаете, каждый из нас в своем порядке пришел ко Христу. Каждого из нас Господь нашел и привел сюда. И согласитесь, возможно были моменты в нашей жизни, когда мы начали идти за Христом. Возможно кому-то преподнесли так, может кто-то сам для себя так принял, что вот я пойду за Христом, и семья наладится. Пойду за Христом, и дети наладятся. Вот пойду за Христом, финансы выровнятся. Вот я пойду за Христом. И вот некоторые из нас, мы как-то проходили, может быть, такой период, когда мы воспринимали себе Иисуса Христа, что Он нас благословит на этой земле. Благословит нас в чем-то. Друзья мои, это не является неправильным. Господь отвечает на все молитвы. Все, что мы имеем сегодня, например, раньше у меня не было домов. Сегодня у меня есть дома, кто мне их дал? Христос мне их дал. Раньше у меня не было жены. Я помню, как я орал, как резанный Божий, дай мне жену. Дал, слава Богу, жену. Понимаете, это сестра, а не брат. Слава Иисусу. Вот. И я помню, было у нас время, там детей не было. Орали, молились, кричали. Бог дал детей. Усыновили, восполнились небездетными. То есть некоторые, многие, большинство, почти все наши, все, что мы имеем, от Господа. Но ведь желание иметь, оно же возрастает, правда? Когда мы от Иисуса Христа получили некую одежду, мы хотим еще более лучшую. Когда от Иисуса Христа получили машину, и мы хотим более лучшую. Когда хотим, чтобы все менялось, кроме жены, правда? Мне эту реакцию трудно осмыслить. То смеются, то плачут. Только один смельчак сказал «да». Все богословско-философски думают. Или некоторые так, богословско-философски думают. И дальше я размышляю вот о чем. Я помню, когда я уверовал, ну, я уверовал-то еще в животе у матери, потому что меня мама водила в церковь, когда еще я был там. Я помню, еще здесь лежал, слушал все песни, что в церкви пели. Это я все помню. Вопрос такой, что в 12 лет я осознанно примирился со Христом, потому что в 12 лет я сказал «Господь, я отдаю Тебе свою жизнь». Так хочется провести эту жизнь, как я хочу. Мир меня влек уже в 12 лет. Я 12-летний пацан мечтал вырасти, чтобы быстрее начать грешить, понимаете? Ну, в 12 лет я понял, слушай, с Богом играться лучше не играться. Почему? Потому что мне было 12 лет, и уже лукавство меня посещало. Я думал так, я всю эту жизнь погрешу, наемся всего. Ну, а потом уже в старости приду в церковь, сяду и скажу «Вот, Господи, я здесь и примирюсь и туда». Вот. Такое лукавство, я думаю, что оно не только в моем разуме было, оно в некоторых разумах тоже. Да дело в том, что я увидал, что вокруг меня люди мрут в разном возрасте. Мой брат умер в 14 лет, другой в 21 год, третий в 30. Я вижу, что, слушай, ну, наверное, тоже все хотели погрешить. Поэтому в 12 лет я остановился и сказал «Ладно, Господи, я не знаю, сколько я проживу, я отдаю Тебе свою жизнь». И вот я помню, когда я отдал ему свою жизнь, я так всем проповедовал налево-направо, я просто приводил людей ко спасению, я им проповедовал, проповедовал, проповедовал. А потом немножко перестал проповедовать, так сильно, горячо. Знаете, почему? А я увидал, что вот мы проповедуем об Иисусе Христе, я проповедую. А люди в миру некоторые лучше живут. У меня хорошая жена, и у них тоже неплохая. Более того, я когда с ней дружил, хотел 13 детей нарожал, никого не нарожал. Не понял я этого. А они вот там в миру встречаются, женятся и рожают. Я тут в постах, молитвах машины вымаливаю, и слава Богу, четыре колеса еду, смотрю, а у них прекрасные четыре колеса, и сверху еще все выглядит прекрасно. И я увидал, что мы некоторые перестаем проповедовать, потому что нам кажется, что вот они живут так в хороших домах, в хороших машинах, в хороших одеждах, у них все в жизни прекрасно. И мы с вами думаем, ну что мы им дадим? Христа? Да они без Него хорошо живут. Некое смущение вы ловили, нет в жизни. Когда перед вами какой-то одетый человек, когда какой-то обеспечен, он все устроен, и вы не знаете, как ему этого Христа продать. У него нет ни в чем нужды. И Библия говорит нам, понимаете, если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. И более того, я увидал, что некоторые мирские на нас смотрят несчастных. Я даже слышал сам, вам действительно в церковь ходить надо. Вам поможет. Вам помогут. У вас, вот смотрю на вас, в церковь, в церковь идите, в церковь. И мы сидим здесь такие, вы понимаете некоторые, о чем я говорю? И мы не знаем, чем им помочь. Мы сами пришли в церковь помолиться, потому что нам надо действительно. А они на нас смотрят, вы несчастные. И мы сами знаем, что мы несчастные. Христос нам нужен. Библия говорит, и если мы только в этой жизни пытаемся их впечатлить. Вот чем мы пытаемся впечатлить мир, скажите? Я слышал, так как у нас вы сейчас, мы продолжение бизнес-семинара. Я слышал многие призывы в христианском мире. Нам надо стать успешными, состоятельными. Нам нужно приобретать машины хорошие, чтобы мир видел, что Господь с нами. Слышали такие в христианском мире заявления? Чтобы, знаете, я ехал на машине, чтобы мир видел, что Господь со мной. Вот вы когда-нибудь смотрели на водителей, вот проезжает хорошая машина в Екатеринбурге, а вы говорите, Господь с ним. Идет со своей женой, а вы так от души говорите, Господь с тобой. А дед человек прекрасно, а вы так от всего богословского своего естества говорите, Господь с тобой. А у вас? А вы так смотрите некоторые, а со мной кто? Гуманитарка? Вот поэтому, когда некоторые говорят, давайте мы построим здание, давайте мы построим какую-нибудь церковь, так ее отделаем, чтобы люди пришли и сказали, Господь здесь. Мне понравился один человек, его в Советском Союзе многие знали, очень такой известный, известный, известный в законе, его кличка была даже Москва. И он говорит, и мне сказали, пойдем с Господом встретимся. Он говорит, я был на многих встречах, я встречался с большими людьми, известными людьми, в прекрасных домах, в дворцах встречался, в шикарных ресторанах. И мне говорят, с Господом пойдем встретимся. Я думаю, слушай, встреча будет стрелка с Господом, то где она состоится? Уж если я с известными людьми Встречался там-то и там-то То с Господом где стрелка будет И он говорит и те кто меня позвали Говорит ведут, ведут, ведут Подходит землянка Наклонись чуть ли не вот так Заползай Я думаю Боже с кем встречаемся Что за вид Что за заведение Охрана не поняла Никто не понял из братвы Говорит но когда мы пришли в себя Что мы лежим среди бабушек в соплях В рыданиях Я думаю Боже а ты что здесь А ты оказывается здесь Вот понимаете То есть это мы иногда хотим людей впечатлить Но давайте мы немножко осознаем Осмыслим сегодня еще раз Зданиями Одеждой Движимым, недвижимым имуществом Мы не впечатлим людей Не это наша христианская фишка Поэтому в этом я вас призываю Что сделать Расслабиться Слава Богу за ту машину Которая у вас есть Ездить Вообще Аллилуйя Слава Богу Что у нас есть одежда Это уже свято Потому что без одежды Быть неправедно Слава Богу Что вы что-то поели Правда Потому что судя по некоторым из вас Вы поели Аминь И поэтому если мы соизмеряем Христа Только вот тем Что мы имеем на этой земле Да это Немножко мелковато Поэтому Библия говорит нам Что если мы только в этом мире Надеемся на Христа То мы несчастны Из всех человеков Но Христос Воскрес из мертвых Вот мне нравится Вот русское выражение Такое Но Можно сказать но А можно сказать но Знаете я же из Казахстана У нас там Мы на лошадях ездим Вы на машинах Мы на лошадях Вот можно ложкой здесь сказать Но А можно Величественно Как знающий Господа Написано Но Христос Воскрес из мертвых Первенец из умерших Вот я буквально сейчас Вот сижу мне проповедовать Мне смс пришла Мой друг 42 года Сегодня утром умер Вот прям вот здесь Сообщение Можно плакать А можно Быть в моем состоянии сейчас Я вам сейчас объясню Следующее место Которое я вам хочу Хочу показать Ну в этом месте Смотрите еще раз Но Христос Воскрес из мертвых Золотое понимание Первенец Из умерших То есть Вот мы здесь все находимся Так как он воскрес То и мы воскреснем Вот Павел Пытается нам объяснить Что он первенец из умерших То есть Так как это произошло с ним То и с нами Будет тоже Аллилуйя Ну то есть Вся эта глава Говорит о том Что он воскрес Поэтому мы все Имеем надежду Что мы с вами воскреснем Те которых мы проводили Они воскреснут Да и вообще понимание Бог не есть Бог мертвых Но живых Следующее место Писания Первого Коринфянам Пятая глава Шестой стих Из этого стиха Нам нужно взять Только одно слово Седьмой Что там написано Пойдет Семь это число От Господа Ибо Пасха наша Христос Вот за что я люблю Христа Я вам отвечаю Я первый вам отвечаю На вопрос За что я люблю Христа За то что он Моя Пасха Я постараюсь вас Влюбить В Иисуса Христа В нашу Пасху Что такое Пасха Вот мы каждый год Празднуем Пасху Вы празднуете Пасху? И мы каждый год Тоже празднуем Пасху Ну и вопрос Что мы делаем Пасха Она Имеет вот какое понимание Это В Ветхом Завете Есть такая история Когда Моисей Вывел народ Израильский Из Египта В землю обетованную В этот мир Пришел Христос И Он сказал Я ваша Пасха Однажды Он нас выведет Из этого мира Туда Аллилуйя Еще раз Что такое Пасха? Народ жил В рабстве То есть понимаете Да это не с Америки Вывезти в Россию А это из Египта Где они были рабами Бог дал им свободу Помните да Как их угнетали Как их били Как их уничижали И вот понимаете Пасха Это исход Из рабства Из рабства В свободу Иисус говорит Я вас выведу Из рабства В свободу Мы здесь все сидим Влащенные Красивые Намазанные Некоторые Некоторые из нас Влюбленные Да сидят здесь В принципе У нас Все прекрасно Все чудесно Но у меня есть Одно нехорошее слово К вам Мы находимся В рабстве Кто еще не согласен Что он в рабстве А кто согласен Что он в рабстве Опрос общественного мнения Произвел следующее Некоторые Не так много А демонстративно Машут Мы не в рабстве Но человек Двадцать Подняло В руки Причем Некоторые из них В молодом состоянии Что В молодом возрасте Что мы в рабстве Друзья мои Не знаю Как про вас Но я Нахожусь В рабстве Что такое рабство Давайте дадим Некоторое определение Рабство Это когда ты делаешь То чего ты не хочешь Ну с рабами Так поступают Рабство Это когда ты Тебя не спрашивают Мнение твоего Ты должен Рабство Это когда ты обязан Друзья мои Меня кто-нибудь Спросил Хочу ли я Этот живот Таскать Я смотрю Я помните Я Я когда был молодым Я с ней Когда начал встречаться Мне было Девятнадцать Нам двадцать лет Я помню Как я ее впечатлял Я подбегал К турнику Хоп По-моему Десять раз Я подъем С переворотом Делал Ноги Хоп Хоп Раз Два Я сейчас тоже Могу сделать Подъем С переворотом Двадцать раз Я раньше На турнике Хоп Хоп Олечка Выходи за меня Сам уж Недавно Повис И мне кричат Отпускай Руки Вы знаете Когда Молодой был Двадцать лет Смотрел в зеркало Ну Поэтому Она Лучше Жениться В молодости Правда Посмотрела Влюбилась Нормально А дальше Шире Больше И меня Кто-нибудь Спросил Или нет Хочу я Эту морду Таскать Или нет Оно Было Раньше Лицом А некоторые Из вас Спрашивают Слушай А что Ты хромаешь Да Не Я не Хромаю У меня Просто Одна Нога Больше Другой Это Нормальная Походка Для таких Как Я А некоторые Еще спрашивают А что Ты Странно Реагируешь На нас У меня Просто 50% Слуха Поэтому Мне иногда Говорят Одно А мне Слышится Совсем Другое Поэтому У меня Богословский Философский Взгляд Лица Потому что Я иногда Про людей Неправильно Думаю Думаю Как он Мог Такое Красивое Такое Сказать Ну У кого Из вас Плохой Слух Вы меня Понимаете О чем Речь Когда тебе Говорят Ты хочешь Кушать А ты В ответ Говоришь Не дам Я вижу Некоторые Из нас Мы так Некоторые Озабоченные Мы пытаемся Вот себя Подштукатурить Подкрасить Подделать Нарастить Увеличить Уменьшить Подтянуть Подправить Ну При всем Том Я когда Спросил Вы рабы Или нет Вы сказали Нет 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 Прямо У вас Спросили Что ты Хочешь Вот Прямо Каждый Из вас Сейчас Носит Своё Тело Какое Вы Хотите Правда Мне Вообще Это Тело Нравится Иногда Общаюсь С Какими Нибудь Хорошими Людьми Оно Так Путь Хоть бы Спросили Уместно Или нет Или мне Вообще Нравятся И звуки Отсюда Когда Разговариваешь С кем А тут Как будто Дизельный Мотор Завелся Я сижу Красный Почему Потому что Оно Меня Прости Господи Позорит Я его Таскаю Оно Меня Позорит Нет Я Я не Раб Этого Тела Я не Раб Оно Мой Раб Правда Оно Прям Вот Слушается Меня Прям Вот Так Или У Меня Что-то Неправильно Скажите У вас Прям Зрение Какое Вы Желаете Правда Пищеварение Уши Такого Размера Как Надо Правда Я Написал Книжечку Каждый Может Видеть Небеса Она Сегодня Здесь Будет Я Читал Просто Читал Первая Коринфян Вторая Глава Там Написано Так Что Не Слышал От того Уха Не Видел Того Глаз Что Бог Приготовил Любящим Его А Нам Он Это Открывает Духом Святым Читали Это Местописание Я Его Неправильно С детства Понимал У меня Немножко Сложно С логикой Но мне Так Объяснили Что Знаешь Мы Идем Туда И Не Важно Что Нас Там Ждет Мы Просто Вот Идем И все Но Тут Написано Не Слышал От Уха Не Видел Того Глаз Что Бог Приготовил Любящим Его А Нам Он Это Открывает Духом Святым И Вот Я Не Так Давно Это Читал И Думал А Мне Никто Ничего Не Открыл Там Написано Что Он Открывает А Я Немножко Объеленным Почувствовал Потому Что Я Понял Что Я Сам Молюсь Читаю Библию Утром И Говорю А Мне Никто Ничего Не Открыл И Тут Поднимается Внутри Меня Вторая Мысль Не Имейте Потому Что Не Просите Я Думаю Что Я Человек Который Немножко Люблю Молиться У Меня С самого детства Списки Молитвенные Я По спискам Молюсь Молюсь В разуме Молюсь 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 За президентов Молюсь За страну Молюсь За пробуждение За пастеров Молюсь Ну вот За все Молюсь Я даже За покушать Молюсь Хлеб наш Насущный Дай нам Вот прям На каждый день Как будто Не хватает Понимаете Да Вы так Не молитесь Но за всю Свою Осознанную Христианскую Жизнь Я ни разу Не сказал Господи А покажи Мне небо Вот как будто Хлеб важен А неба Нет И когда я понял Что я не имею Потому что я не прошу Я начал усиленно Молиться Просто покажи Мне Мне это важно Я не знаю Сколько я молился Месяц Год Два Три Восемь Я не знаю Как это произошло Два раза я там был Во сне Скажем так Не надо Со мной сейчас Спорить Библия Не Библия Что касается вас Вам лучше Один раз увидеть Чем семь раз услышать Сами туда сходите Ну что я увидал Я вообще-то Отношусь Таким христианам Которые Шли на небо Или идут на небо Но не хотят на небо Знаете, почему я Шел на небо Но не хотел на небо Потому что церковь Мне продала небо Немножко неправильно Мне сказали так На небесах Мы будем всю вечность Поклоняться Ну я за поклонение Конечно Я люблю поклонение Ну как представлю Что я Пою, пою, пою Пою, пою, пою Славлю, славлю, славлю И Поворачиваешь к брату Михаилу рядом Миша Как долго мы славим Миша Только начали Три миллиона лет Но мне тогда церковь сказала Знаешь, между прославлением Молиться будете Ну это как Передышка И вот у меня С детства Такое восприятие неба Всю жизнь молимся И поклоняемся С поднятыми руками Ну мне сказали Что не нравится Ад есть А там всю вечность Орать будешь Вот выбирай Или петь Или орать Знаете вот Я вот представил Такой вот Рынок Знаете Базар такой На котором всего два товара Пой или ори Выбор невелик Посередине нету Чтоб лучше пел То и пола у тебя не будет И женщины не будешь Выше тона будешь брать А я-то женщину люблю Знаете Мне мужику на небо Мне такого неба не надо Вот А еще У каждого своя зависимость Да А я вот борщезависимый Знаете слово борщ Ну это же прекрасно Правда Ешь борщ Рядом с борщом Еще кусочек сала Подперчил С черным хлебом Ну в принципе рай Правда И когда тебе еще Эта жена подала То вообще Вот жена рядом Борщ Ну Я так про себя думал Господи Не хочу на небо Вот пока мне нравится борщ Дают сало Рядом жена Это в принципе это рай Меня это устраивает Меня это устраивает Поэтому Давай продлим Продлим давай И я вот поэтому А когда кто-то умирал в церкви молодой Или там свои дети Или еще что-то Я этого понять не мог Ну Им бы еще наслаждаться борщом да салом А ты их так вот Забираешь не вовремя Я этого не мог понять Я думал так Я пойду на небо Знаете как Когда Когда Соломон пишет Когда ты не чувствуешь Куса борща Мелищи все Тебя покинули Зубов нету Когда слуха Было 50% И те ушло И вот я конечно понимал Когда ты уже вот Совсем-совсем Тебе уже Ни женщины Ни борща Ничего не надо И вот это Господи Забирай Хай поет Орет Я извиняюсь Я исповедуюсь один Или у кого-то из вас Подобные чувства И поэтому в общем Эту картину Можно было нарисовать Вот как Я христианин Иду на небо Но смотрю на мир То есть я Я не хотел на небо Я шел туда Но я наслаждался домами Устройством Бытом И получается Я смотрю на мир А иду на небо А там смотрят Кто-то идет Лица не видно Знать не знаем Но идет уверенно Года-то идут В принципе На небе такого христианина Не ожидали увидать Понимаете Потому что Библия говорит Лицом к лицу Надо общаться с Господом А не по-другому Поэтому меня наверное Решили развернуть Ну чтобы поняли Кто идет Поэтому меня взяли Два раза туда Понимаете Библия говорит О горнем помышляйте Вот как бы Христос Не ожидал вот такого Христианства Знаете Вот поэтому сегодня Трудно понять Когда христиане Так сильно восхищаются Этим миром материальным Так за него держатся Библия говорит О горнем помышляйте Давайте повернемся К небу Знаете Когда я попал на небо Что мне было Самое интересное Время-то уже Подошло Да Я не знаю Сколько у меня Я подошел к ангелу Знаете И я И я первое что Я стал спрашивать Все то Во что я не верю Ну у вас есть Своя картинка неба Я раньше представлял Небо это такая Серьезная контора Знаете Вот там просто Никто не улыбается Я вот представлял Что Христа Я хочу увидеть Но апостола Якова Нет Для меня он какой-то Серьезный мужик Или Павла Например Тоже не знаю Ну привет сказать И быстро убежать от него Или еще кого-нибудь То есть Я подошел к ангелу И говорю Слушай А у вас здесь купаются Потому что я думал Что на небе не купаются Понимаете Потому что Ну там же все молятся А более того Я прочитал Библию Там написано И видел я море И оно стеклянное Я помню С детства Слезы нахлынули на меня Одно море И то стеклянное А я живу там Где воды нету И думаю Вот здесь вот всю жизнь Страдал Понимаете Хотел на море Попало Оно стеклянное И я думал Когда все народы Будут стоять На этом стеклянном море Радоваться Я буду топтаться И говорить Я купаться хочу Я еще не попал на небо Уже расчетований Было много Я ему говорю Ангел Слушай Купаются тут Он так Конечно Я говорю Слушай А море есть? Конечно Я думаю Ну все Последнее испытание А океан? Понимаете Небо Я посмотрел По размерам Там некоторые Вот Как вы думаете Планета Земля Большая или нет? Большая Большая Согласитесь Большая Вот нас сейчас живет Здесь около 8 миллиардов А мы когда на самолете летим Ооо Тут еще 100 миллиардов Поместится Правда? Столько Не обделанных Не обделанных В территории Одна из ближайших планет Которую ученые Наши астронавты Рассмотрели Это Ну вот Представьте Целое Расстояние От Екатеринбурга До Москвы Засыпать Песком В метр И вот Одна Песчинка Это Размер Нашей Земли Вот такой Размер Той планеты То есть Если Некоторые Из вас Переживают Как там На небе Все уместить И море И океан И небес И Иерусалим Поверьте Территории Там То нам Выделили По какой-то Причине Самую Маленькую Ну в принципе Больше и не надо Согласитесь Точно Мы обделали Вы знаете Еще одно Что меня На небе Впечатлило Я когда Установил Двоих детей Когда Установил Двоих детей То Вот когда Они у меня Я взял Девочку Ей было 6 дней Мальчику Ему было 6 месяцев Вот когда Они росли Вот два Маленьких Ребенка Дома ползают Играются Ну когда Им вдвоем Весело Вроде бы Как я рос Ну Живу с ними В атмосфере Веселья И мне казалось Что я счастливый отец Я знаю Как дети Радуются После того Как я на небе Поиграл с ребенком Я зашел там На карусели Понимаете Я подошел к ангелу Я говорю Слушай Карусели есть Я думал Он сейчас скажет Мужик Ты с какой церкви Я даже ожидал Что он мне сейчас скажет Ты знаешь Что ты про нас думаешь Мы же Небо Небо Никаких каруселей Вы знаете У него даже Бровь Не Он говорит Конечно Туда туда идите Там А дальше по слуху Я прихожу Детей Святых Ангелов Много И знаете Я начал играться С ребенком И я заметил Большую разницу Вот вы когда-нибудь Подкидывали ребенка На земле Вот вы слышали Как он смеется Нет Наши дети Вот мы с вами Мы настолько Наполнены Инстинктом Самосохранения Этот инстинкт Самосохранения Это такая Тяжесть Внутри нас Мы нашего ребенка Подкидываем Он вроде летит Вроде у него Полет свободный Вроде бы ему нравится Он улыбается Ну как-то странно Согласитесь Он и улыбается И радостно И боится И все это вместе А мы здесь Его ловим Счастливые Я заметил Наши дети На этой земле Мы смеемся Но мы смеемся Осторожно В принципе Мы на этой земле Вообще Не игрались Никогда Я своей подруге Пообещал Что я ее На руках Таскать буду Ну надо же Как-то в ЗАГС Было заманить Ну вы сами видите Да Особо так Не потаскаешь Всегда на руках Но обещал Обещание надо исполнять И вот я повез ее На море Думаю Вода помоги мне Соленая Захожу в море Я беру ее Ну исполнишь То что обещал И вот я ее поднял На руки в воде Она мне как Дала по щеке Я думаю Надо же Столько лет Стремился Исполнить обещание И тут получил Я говорю Что ты делаешь Я же Пастор церкви Она мне говорит Ты мне палец сломал Нереально Я потом ее привез домой Мы пошли в трампун Я в воде На этом черном море Когда я ее поднимал Мизинец сломал Даже сам врач Говорит Мужик Ты как Я говорю Да я верующий Верующим все возможно Нам водки не надо Мы так начудим Что не ответим на вопрос Как Мизинец Жене В воде Вот она Песок Его просто как-то так Это же я виноват Понимаете Я думаю Ну что за земля Скажите Вот что это за планета Где мы находимся Хочешь поиграть Хочешь Понимаете На небесах Я беру ребенка Подкидываю Он летит И он Написано Смерти там Нет Слез там нет Там нету Инстинкта Самосохранения Свобода Он летит Смеется Дети там Так смеются Вы знаете Вот я когда уходил С неба Я сказал Господи Спасибо тебе Что дети Здесь Они там Следующее Что мне было На этой земле Сложно Когда я начинал Проповедительскую деятельность Я Понял Что нормальные люди Меня слушать не будут Я сильно заикался И вот я начал искать Свою аудиторию Я понял Что психбольница Меня ждет И мне нравилось Сходиться в психбольницу Ходить в психбольницу Я посетил Вы знаете Психбольницы Это Кто из вас не был Не дай Господь Но это целые города В Санкт-Петербурге В Кустанае В России Где я был Вот заходишь Пятиэтажки Девятиэтажки Я даже видал Вот они Заселены этими людьми И вот когда Ну я приходил В эту В эти заведения Там на каждом этаже Есть как бы Палаты Есть Коридор Там место Приходил к медсестре К врачу Говорю Можно Собрать Я им попроповедую То там все можно Они видели Что еще один Пришел Своих утешить И вот мне Всю жизнь Было как бы Сложно Воспринимать Когда нормальные Мужчины Женщины В нормальном возрасте Им бы жить Детей плодить Они вот там Ползают Гавкают Там Своё вытворяют Жуткая картина Более того Мне Повидал в этом мире Другую жидкую картину Это когда у нас В Казахстане Я походил По этим домам Детским Где Ну Всякие Неправильные Формы Человеческие И мне Сложно Это было Я думал Боже Если я человек Смотрю И мне страшно То ты как Любящий Творец Ты как Ты как На это все Смотришь После неба Я успокоился Потому что Я понял Что есть земные Анекдоты А есть небесные Анекдоты Вам земные Анекдоты Нравятся Я неправильно Я извиняюсь Я забыл Что я на территории Церкви Вам нравятся Смешные Притчи Христианские Вот так Вы меня Больше поняли Вот Хорошо То есть Иногда Когда смешная Притча На этой земле Она нас Немножко Успокаивает Правда То есть Мы немножко Посмеемся И на душе Легче Немножко Правда Так вот Есть Земные Притчи А есть Небесные Притчи Сидят Два мужика На небе И один Другому Говорит Ты прикинь Я всю жизнь В психушке Прожил Он улыбается На ему И говорит Что ты мне Рассказываешь Йося У меня вообще Две головы Было На земле И они Смеются Там Потому что Все земное Оно не так Важно Когда там Бог дал Прославленное Тело Они цари И священники Когда все Устроено Поэтому Библия говорит На земле Потерпи Бог выводит Нас Из этих Тел Она Понимаете Вся развязка Там Ну вот здесь Бы славу Христу А вы задумались Я понимаю Что Видите Я рассказал А вам Не смешно А на небе Смеются Над этим На небе Смеются Над тем Что О У меня Слуха Не было Да ладно Тебе Я вообще Ничего Не видела Знаешь Сколько раз Там На земле Иду В стол Бах И все Смеются Здесь Конечно В стол Подаришься Все Плачут Есть Немножко Разница Восприятия Небесного И земного Поэтому Иногда Мы смотрим По земному На некоторые обстоятельства Нам жить Не хочется А Библия говорит Всегда радуйтесь Потому что С той позиции Можно этому всему Радоваться У меня Вот видите Бензобак Большой Слава Богу А это Тормозные Колодки Аллилуйя Чем больше Тем Четче Торможу У нас В Петербурге Есть церковь Одна И там Лидер Прославления А у него Есть Брат Двойник И вот он А Дима Такой Валера Отдыхает Умножьте Валеру На три И это Дима Вот так Прославляет Когда Вот так И у него Есть брат Двойник И он Ему Всю жизнь Молится За него И этот Двойник Не сказал Что придет В церковь В один раз Заходит В церковь Дима Говорит А у меня Как раз В тот день Было Прекраснейшее Настроение И я Все эти Песни Как они Есть Такое Есть Слово Я недавно Выучил Темповые У меня Говорит Все Прославление Было Темповое Ну И заходит Этот Его Двойник И вот так Вот Собрание Прославление И идет Этот Двойник Так Смотрит Минут Десять Постоял И такой И ушел Дима Говорит У меня Сердце Упало У меня Жизнь Упала Господи Что ж ты Столько лет Молюсь Что ж ты Не сказал Что ты Идешь В церковь Я бы тебе По другому Пел бы Чтоб ты Только вот Остался Бывает У нас Иногда Такое Разочарование Что мы Зовем А тут Вот Как раз Дима Говорит Я пришел Домой Стал На колени Говорю Господи Испортил Всю кашу Которую Варил Столько лет Молился Постился За этого Брата А он Вот Ты Помоги Господи Ну Постучись К нему Пятница Звонок Дима Встретиться Надо Давай Встретимся Дима Короче Сплю я Сегодня ночью Бабушка Приходит У них Бабушка Она привела Она их Воспитала Вырастила Она очень Такая Сильная Православная Вот Прям Правильная Православная Он говорит Приходит Бабушка Заходит Ко мне В комнату Говорит Леша Как дела Вроде бы Лешу Он такой Нормально Леша Мне некогда Как твое настроение Он Не понял Бабушка Как тебе некогда Она Ну там Понимаешь У нас Только Дел У нас Только Программа У нас Только Движение Я вот Еле Вырвалась Чтобы Проверить Как ты Говорит Нормально Ты бабуля Даешь Вот Он говорит Бабушка Ну ладно Я был в церкви У Димы Ты там На небе Молись За него Потому что Дима Ой Дима Вообще Плохо С ним Она В чем Плохо Он говорит Зашел в церковь А он Вот так Вот так Она Говорит Леша Если бы Ты видел Хоть краем Уха Хоть краем Глаза Как мы там Славим Христа То ты Передай Диме Что он Его знает Чуть-чуть Он говорит Ты знаешь Что она делает Она вот так Повернулась Вот так Через себя Он говорит Передо мной Молодая девушка Я говорит Говорю Не понял Она говорит Леша Я пришла к тебе В том виде Земном Чтоб ты меня Узнал А на небе Нету Старше 30 лет Вот я вас Некоторых Не узнаю Потому что Вы будете Все 30-летние И вы меня Бензобака Не узнаете тоже Потому что Мне сейчас 45 А там До 30 лет Поэтому Когда мы Смотрим Старый Я раньше Смотрел Расширяюсь Господи Но это Земной анекдот Потому что Мы будем на небе Вспоминать Вот ты Представляешь Каким я был А там все По-другому И он говорит Дима Она такая Красивая Пасха Наша Христос А в чем Пасха Он выведет Нас Из этого Тела Дрехлеющего Стареющего Мы в порабощении На этой земле В этих законах Но Господь Помните Христос Явился После воскресения Ученикам В прославленном Теле Классно И он нам сказал Даст такое же Тело Прекрасное Он первенец Изумершим Вот за что Я люблю Христа Каждый день Чем больше Смотрю в зеркало Тем больше Люблю Христа Поэтому Когда люди говорят Оооо На этой земле Трудности На этой земле Слышу Вижу Что-то делаю Потерпи Потерпи Немножко Женат Не женат Замужем Не замужем Дети Не дети Не в этом суть Некоторые говорят Вот важно На этой земле Родить ребенка Посадить Посадить дерево Построить дом Важно на этой земле Оказаться со Христом А все остальное Не важно Важно попасть на небо Вот это важно Все остальное Не важно Аминь Некоторые люди спрашивают А что у вас В отношении других Давайте посмотрим И сейчас Я уже заканчиваю Потерпите меня Немножко Кто-нибудь Ободрился Нет? Слава Иисусу Христу Послание К римлянам Восьмая глава Шестнадцатый стих Вот без этого стиха Просто некоторые Меня Ну не отпускают Римлянам Восемь Восемнадцатый стих Апостол Павел Прямым текстом Пишет Ибо думаю Ибо думаю Что нынешние Временные страдания Ничего не стоят В сравнении С тою славою Которая откроется В нас Страдаем Да Трудности Да Но нынешние Страдания Ничего не стоят Вот так вот Апостолы Нас утешают Нынешние Временные Страдания Ничего не стоят В сравнении С той славой Которая откроется В нас И что он Дальше Пишет Павел Ибо тварь С надеждой Ожидает Откровения Сынов Божьих Потому что Тварь покорилась Суете Недобровольно Но по воле Покорившего Ее в надежде Что и сама Тварь Освобождена Будет от рабства Тления В свободу Славы Детей Божьих Ибо знаем Что вся тварь Совокупно Стенает И мучается До ныне И не только она Но и мы сами Апостол Павел Размышляет И говорит Да вы посмотрите На животных Они тоже находятся В этом теле И они тоже Страдают И они тоже Желают Попасть на небеса Освободиться От этого тела Рабства Смотрели когда-нибудь В глаза Своей кошечки Нет? Она спит И видит Когда она С этого тела Выпрыгнет Чтобы увидеться С вами На небесах И рассказать Вам все Что про вас Думает Вы когда-нибудь Смотрели В глаза Своей собаке Некоторые Так английский Знают Да? Все понимаю Сказать не могу Вы видали Когда-нибудь Пес Вам уже И так И так И так И так И так И так Уже Показывает Стянаем Все Павел Говорит И тварь Стянает И мы Стянаем Почему Стянаем? Да хотим Освободиться Моей дочери Больше всего Понравилось Из моих Снов Что там На небесах Мы будем Разговаривать С животными С животными Вот когда Я попал На небеса Мне все Понравилось Кроме Одного Лев Подходит Ко мне И говорит Как дела Я про себя Думаю Вот я же Читал Библию Всю жизнь Знал же Что будет Момент Истины Что мы будем Разговаривать С животными Но не готов Я сказать Скотине Как у меня дела Но мы будем Разговаривать С животными Мы будем Общаться Со Христом Подойдет Однажды Один мужчина И скажет Я твой дед А он Красивый Молодой Друзья мои На этой земле Самое главное Что Христос Наша Пасха Все временно На этой земле Самое главное На этой земле Ходить в церковь Любить Господа Служить Богу И мечтать И хотеть И желать Оказаться на небесах А все Что мы проходим Проходить с терпением Ибо нынешние страдания Ничего не стоят Сравнению с той славой Что откроется в нас Давайте мы склоним Наши головы Мы благодарим Тебя Господь И Бог наш За присутствие Твоего Духа Святого Здесь Отец Небесный Я молюсь Во имя Иисуса Христа За каждого из нас Чтобы Твоя благодать И Твой мир Твое утешение Посетило Каждого из нас Кто-то из нас Проходит Свои обстоятельства Жизни Кто-то находится В рабстве тела С неудобствами Этого тела Боже Я молюсь О том Чтобы мы Как христиане Как верующие Имели радость В глазах От грядущей славы Которая идет на нас Я молюсь Господь Чтобы мы Были людьми Которые не Порабощены Этим миром Которые не восхищаются Этим миром Но помоги нам Восхищаться Тобой Твоим словом И того Что нас ждет Господь Помоги нам Любить Тебя Христос Как Пасху нашу Как того Который Страстно желаешь Вырвать нас Из этого Рабства тела Господи Помоги нам Быть более Небесными Нежели земными Помоги нам О горнем Помышлять Горнем Восхищаться Уже здесь Чтоб поведение Наше было Соответственно Небесное А не земное Помоги нам Утешать этим Друг друга Помоги нам Этим служить Миру Нести надежду Встречи со святыми С Господом На небесах Я прошу тебя Отец небесный Кто из нас Уже перестал Проповедовать Свидетельствовать Неверующим Зажги снова Это Евангелие Зажги снова Это Евангелие В устах Наших Помоги нам Не хвалиться Этим миром Но помоги нам Хвалиться Христом Небом Нести эту надежду Каждое сердце Наполни нас Дух Святой Наполни нас Дух Святой Наполни нас Дух Святой Во имя Иисуса Христа Аминь Давайте мы Встанем На наши ноги Вот в свете того О чем мы Разговаривали с вами Некоторые люди Говорят Я не знаю Для чего я живу Все есть Семья есть Деньги есть Все есть Не знаю Зачем живу Я однажды Был в одном университете Собрались Ректора Собрались преподаватели И они мне говорят Ну скажите Что церковь Сегодня думает О науке О нас Ученых Я им говорю Церковь озабочена Тем что В вашей среде Столько много Суицида Превознося науку Вы не говорите Студентам А возможно Самим себе Зачем вы живете В чем смысл жизни Вы бы видели Реакцию Этих Седых Мужчин И женщин По столу Начали бить Кричать На меня Молодого Материца Кто ты такой Чтобы указывать нам В чем смысл жизни Я говорю Так вот только и церковь Укажет В чем смысл жизни Вы Специалисты в науке А мы Специалисты Между небом И землей Только в церкви Христос может Человек может Примириться С Господом Я говорю Смысл жизни На этой земле Помимо достижений Что мы можем сделать Но самое главное Это примириться С Господом Мы живем Каждый Столько Сколько Бог нам Определил Один 100 лет Другой 11 лет Но каждому из нас Бог отмеряет Свой отрезок жизни Чтобы мы Определились Где проводить Вечность С Господом В раю Или В аду Мы не можем Повлиять На длину Нашей жизни Но мы можем Повлиять на вечность Где мы ее будем Проводить Может быть Кто-то здесь Находится Вы слушаете Про небо Но вы Внутри знаете Если вы сегодня Предстанете Пред Господом Вы туда не попадете У вас нету Мира с Господом Вы знаете Что вы грешник А грешники Туда не идут Как служитель Божий Я Приглашаю вас Примириться с Господом Если вы здесь И вы хотите Чтобы Сделать сегодня Выбор Проводить вечность С Господом На небесах Если в вашем сердце Есть это желание Сказать Господь Прости меня Запиши мое имя В книгу Вечность жизни Чтобы когда придет Мой день Мой час Я был уверен Что я иду на небо Кто-нибудь здесь Желает Примириться с Господом Уотаря Посвятить свою жизнь Господу Кто-нибудь есть Дайте мне Я вижу одну руку Еще кто-нибудь Желает Примириться с Господом Еще одна рука Еще одна рука Слава Богу за вас Это самое лучшее решение Что вы можете сделать В этой жизни А вы можете пройти Калатарю сюда Чтобы я помолился Вместе с вами За вас Помог вам Примириться с Господом Если вам не трудно Пройдите пожалуйста Вперед Не стесняйтесь Мы все уже здесь будем Вот кто поднял руку Пожалуйста Пройдите сюда Я помолюсь здесь За вас Вместе с вами Не стесняйтесь Может быть кто-то Давно уже ходит в церковь Но вы Внутри понимаете Вы потеряли отношения С Господом Вы здесь Вы в церкви Но отношений с Господом Нет Отношений с миром Есть С Господом Нет Может быть сегодня Стоит сделать Обнулить свои отношения С Господом Сказать Давай начнем сначала Прости меня И введи меня В отношения с тобой Если вы здесь И вы желаете Обнулить свои отношения С Господом Тоже можете Проходите вместе с нами Прочитать уже известную молитву Но для того Чтобы сказать Миру нет Богу да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Я дам вам слова молитвы Я помогу вам молиться Вы повторяйте их, пожалуйста, за мной, хорошо? Не для людей, не для меня Здесь есть Бог, который слышит нас И, может быть, кто-то не вышел в зале Вы можете повторять вместе с нами А все остальные давайте мы поможем Мы сами помните, когда мы здесь стояли Помните свои эмоции, волнения, чувства, переживания Давайте мы все помолимся этой молитвой Отец Небесный Повторяйте за мной, пожалуйста, ее слух Отец Небесный Я благодарю Тебя Что Ты привел меня сегодня В Твой дом Я понимаю И я осознаю Что Ты Бог Святой А я человек грешный И я прошу Тебя Прости меня Очисти меня От всякой неправды Господь Иисус Я прошу Тебя Войди в мое сердце И измени его Господь Иисус Я прошу Тебя Войди в мою жизнь И измени ее И измени ее Господь Иисус Я прошу Тебя Убери из моей жизни Всякое проклятие И благослови меня Господь Иисус Господь Иисус Я прошу Тебя Запиши мое имя В книгу вечной жизни Сегодня Я исповедую Тебя Господом И спасителем Моей души Аминь Вот после этой молитвы Когда я предстану Когда вы предстанете Возможно мы ее забудем Небо ее никогда не забудет И вы никогда не будете проводить Вечность в аду Вы будете проводить Со всеми святыми И мы обязательно с вами увидимся Поэтому надо здесь поздороваться Господь я благословю вас Господь я благословю вас